Кирпичики складываются так, что то, что должно произойти в сентябре, уже кажется неизбежным. Итак, вчера мы получили данные по инфляции PPI, индекса цен производителей, они оказались ниже ожиданий. А сегодня главный показатель инфляции в США, индекс потребительских цен CPI, тоже оказался ниже ожиданий. Инфляция CPI составила 2,9%. Мы не видели инфляцию ниже 3% с 2021 года. Это совершенно фантастично. И это то, что мы хотим видеть по нескольким причинам, но самое главное из них это то, что мы хотим лицезреть первое снижение процентной ставки с 2020 года уже в сентябре. Теперь все будет зависеть от других экономических данных в США, которые мы вскоре получим. Если они покажут, что экономика падает очень быстро с точки зрения рабочих мест, рабочей силы, потребительских настроений, розничных трат, строительства домов, покупки жилья и так далее, то это определенно увеличит шансы на снижение ставки уже в сентябре. Однако мне кажется, что ФРС США и сама уже хочет снизить эти ставки, так как подозрительно хороши показатели инфляции, что PPI, что CPI. И получили мы их такими хорошими в подозрительно подходящее время, как раз тогда, когда все начали снова говорить о рецессии. Поисковый запрос «Рецессия» в Гугле снова взрывается. И все требуют экстренного снижения ставки. И эта экстренная процентная ставка зависит от инфляционных показателей. И внезапно они оказываются ниже всех ожиданий. Именно поэтому люди говорят, что это фальсификация. И это похоже на правду, ведь мы видели, как некоторые категории были исключены из подсчетов инфляции. И возможно специально, чтобы цифры выглядели лучше, чем есть на самом деле. Но в целом они просто выполняют план, чтобы довести инфляцию до своего целевого уровня. 2%. После чего ФРС начнет снижать процентные ставки. Надеюсь, что они сделают это не слишком поздно. Иначе экономика США может упасть в рецессию прежде, чем снижение ставок окажет на нее влияние. А влияние наступит не сразу же после снижения ставки, а спустя некоторое время. Так или иначе, сегодняшние новости про инфляцию – это довольно хорошо. CPI и PPI – оба лучшие ожидания рынка. Теперь Паул может со спокойной душой снижать ставку. Что касается биткоина, прямо сейчас мы все еще находимся в режиме страха. И это забавно. Ведь еще в марте этого года, вот здесь, когда биткоин стоил 57 тысяч долларов, рынок находился в состоянии крайней жадности. Это была самая высокая точка жадности с августа 2023 года. Сейчас биткоин стоит 59 тысяч долларов, и рынок очень сильно боится. Мы находимся на минимумах этого индикатора, то есть возле экстремального страха. Исторически покупать биткоин нужно тогда, когда мы находимся на минимумах этого индикатора. А продавать тогда, когда находимся на пиках. Это практически всегда работает. Поэтому должны ли мы действительно бояться сейчас? Я думаю, что нет. Почему? Потому что крупные институты у Олл-стрит продолжают вкладывать деньги в спотовые биткоины ETF. Вчера был неплохой день, плюс 39 миллионов долларов. Большая часть, конечно же, пришлась на BlackRock, 34,6 миллиона долларов. Хочу отметить, что из BlackRock никогда не наблюдается оттоков. За июль ни одного красного дня, как ты видишь. Только при токе денег. То есть инвесторы в BlackRock, спотовый биткоин ETF, это настоящие, как это называется, бриллиантовые руки. Они не продают, они не боятся. Они демонстрируют способность и готовность пережидать падение даже с 74 тысяч долларов до 53 тысяч. Вот это настоящие холдеры. Есть чему поучиться. Но почему это происходит? Потому что Ларри Финг понимает, что сейчас самое время для накопления. И сейчас именно BlackRock становится третьим по величине холдером биткоина. В скором времени он превзойдет даже Binance. А в какой-то момент, спустя несколько лет, я уверен, что он обойдет и Сатоши Накамото. К сожалению, я считаю, что это плохо. Я бы даже сказал, это опасно. BlackRock приобретает не просто биткоин. Они накапливают критическую массу контроля. Большие деньги сейчас играют в догонялки. Они наконец-таки поняли то, о чем розничные инвесторы говорили все эти годы. И теперь они готовятся к доминированию и захвату власти. И это не очень хорошо. Так что будь осторожен. Не позволяй всем биткоинам попасть в карманы больших мальчиков. Иначе мы все будем страдать. Это мы должны накопить как можно больше. А не они. И именно поэтому на всех этих больших просадках я покупал. Но пока что крупные биткоин-кошельки вероятные институциональные инвесторы агрессивно покупают. На что указывает этот график накопления. Что касается глобальной ликвидности. Мы видим интересную ситуацию, когда за последние три месяца центральные банки провели 35 снижений процентных ставок. Они снижают их самыми быстрыми темпами со времен пандемии 2020. Но что это значит? Это значит, что ликвидность начнет поступать в систему по всему миру. Особенно после того, как ФРС США снизит свою процентную ставку. И начнет количественное смягчение. Обрати внимание на этот график. Последние два раза, когда ликвидность взрывалась вот здесь и вот здесь. Биткоин переходил в настоящий буллран. И это коррелировало еще и с халвингами биткоина. И с президентскими выборами в США. Это идеальный шторм. Фантастическое комбо. На этот раз мы видим похожие события. У нас был уже халвинг. У нас предстоят выборы в США. У нас уже центральные банки снижают ставки. И у нас намечается прорыв глобальной ликвидности, которая уже много-много месяцев пытается пробить этот уровень сопротивления. Который, кстати говоря, тянется с пика прошлого буллрана, между прочим. Прорыв этого сопротивления приведет к невероятному взрыву цены биткоина. Я просто показываю тебе все эти признаки, все закономерности, которые указывают на то, что мы движемся по плану. И поэтому мы не должны бояться проливов, крахов, коллапсов, японских корритрейдов, рецессии и остальной драмы. Мы должны рассматривать это как возможность. Историческую возможность, которая бывает очень редко. Вот пример того, как Голлман Закс рассматривает это как возможность. Голлман Закс внезапно объявил, что они инвестировали 400 миллионов долларов в спотовый биткоин-этф. И это крупнейший инвестиционный банк. Они инвестировали в спотовые этфы от BlackRock, Fidelity, Invesco, Grayscale, ArkInvest. Практически во все. Вероятно, это сделали не совсем они, а их состоятельные клиенты. Но не важно, откуда эти деньги, важно, где они, а они в биткоине. И это не мелочь. Это почти полмиллиарда долларов. И я думаю, что это только начало. Но вот, что меня поразило еще больше. Центральный банк Норвегии инвестировал в акции микростратегии биткоин-компании. Он купил 1,1 миллиона акций этой биткоин-компании. К сожалению, этот ресурс не заметил, что и швейцарский национальный банк, Центральный банк Швейцарии, приобрел 466 тысяч акций микростратегии, компании, которая поставила все на биткоин. Центральные банки покупают акции этой биткоин-компании. Это взрывает мне мозг. Центральные банки фактически инвестируют в биткоин. А тем временем есть люди, которые боятся это делать и продают его за 50 тысяч долларов. Вот это событие тоже может стать ключом к следующему росту биткоина. За последнюю неделю Тезер и Секол напечатали стейблкоинов на 2,8 миллиарда долларов. И только за вчерашний день Тезер напечатал 1 миллиард долларов в USDT. Этот приток свежего капитала на крипторынок – именно то, что нам нужно, чтобы спровоцировать следующий рост биткоина. Стейблкоины – это как будто топливо для ракеты. Более низкий CPI сегодня – это хорошо, но его одного будет недостаточно. Нам нужна реальная покупательная способность, поступающая на рынок через стейблкоины. 45% предложения биткоина не двигались в течение 6 месяцев. О чем это говорит? Это говорит о том, что примерно половина людей просто держит и все. И все, что нам нужно сделать – это просто держать. Иногда самое сложное – ничего не делать и набраться терпения. Просто держи и позволь прибыли самой прийти к тебе. Это всегда работало. И этот график доказывает это. Самое интересное, что исходя из этого графика, долгосрочных держателей биткоина становится все больше и больше с каждым циклом. Так что я очень рад видеть, что инвесторы становятся умнее и держат биткоин, потому что знают, что этот путь – единственный правильный из всех. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...